Тайны любовного треугольника во Франции. В центре скандала президент Франсуа Аланд. В прессе появились компрометирующие фото, а на нервной почве его гражданская супруга даже попала в больницу. Актриса Жюли Гайе действительно любовница французского президента? Или это все интриги недоброжелателей? Из Парижа передает София Гордиенко. Он, она и еще одна она. Казалось бы, обычный любовный треугольник. Но не совсем обычные герои. Журнал Клоузер, специализирующийся на звездах, побил все рекорды продаж благодаря вот этим фото. От Елисейского дворца до дома номер 20 по цирковой улице не больше 15 метров. Но президент Франсуа Аланд предпочитает скутер. Не снимая маски, он входит в дом, где живет актриса Жюли Гайе и остается на всю ночь. Утром его телохранитель приносит парочки круассаны. Слухом об их романе почти год. Но после публикации фото эти слухи стали реальностью. Комедийная актриса даже не второй величины поддерживала Алланда во время его избирательной кампании и после выборов. Казалось бы, ничего крамольного даже адюльтером не назвать. Ведь Алланд никогда не был женат. Ни на матери своих четырех детей Сигален Рояль, ни на нынешней спутнице Валерий Тририлер. Даже если бы и был, то что здесь такого, недоумевают французы. Это правда, что у нас во Франции постоянно такого рода истории случаются. Мы всему миру, по-моему, известны такого рода анекдотами. Никакой драмы в этом нет. Есть вещи поважнее, чем те, которые вы снимаете. Сегодня журналу «Парезен» стало известно, что хотя первая леди и знала бентришки Алланда, но после скандала слегла в больницу с нервным кризом. Тем временем президент уже пообещал подать на журналистов в суд. Но главный редактор угроз не боится. Говорит, снимки – просто журналистская удача. Никто там не дежурил специально 24 часа в сутки. И наш журналист случайно увидел жюри Гайе, а потом телохранителя президента. Мы все проверили, сопоставили и опубликовали. Политологи гадают, является ли измена главы государства государственной изменой. И не грозит ли Алланду участь Билла Клинтона. Но есть во всей этой истории еще одна закономерность. Первый раз слухи о бентришке президента появились как раз накануне в обращении к народу в марте прошлого года. Вот и завтра у Алланда большая пресс-конференция, на которой наверняка придется отвечать на многие неудобные вопросы. О безработице, которую он так и не сумел уменьшить, состоянию экономики и войне в Мали. Но после пикантных фото прессу, скорее всего, будет интересовать совсем другая тема. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности телеканал Интер. Париж.